Привет друзья! Сегодня вы узнаете лучшие рецепты для сохранения молодости и здоровья, а именно о молоке с чесноком и так мы начинаем. Молоко с чесноком, известная классика народной медицины, которая помогает избавиться от совершенно различных заболеваний, от простуды, гипертонии и даже паразитов. Как правильно приготовить это лекарство, в каких случаях оно не будет эффективным и почему среди всех народных рецептов именно этот пользуется такой популярностью. Полезные свойства чеснока и молока. Употребление чеснока внутрь часто вызывает сомнения, но не из-за химических свойств продукта, а от запаха, который он обязательно оставляет после себя, даже в сочетании с молоком. Но это, пожалуй, единственный недостаток данного лекарства. Тем более, если сначала съесть чеснок, а только после этого запить его молоком, причем небольшими глотками, интенсивность запаха поубавится. А пользы от чеснока много. Отчего помогает молоко с чесноком? Укрепляет здоровье. Активирует иммунные силы организма. Помогает при повышенном давлении. Избавляет от холестерина. Улучшает микрофлору кишечника. Улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Выводит шлаки и токсины, накапливаемые годами из печени. Действует как средство от бессонницы. И это еще не весь список полезности этого лекарства. Имеет чеснок с молоком и другое влияние на здоровье. У мужчин продукт воздействует на потенцию, увеличивая мужскую силу и являясь афродизиаком. Чеснок положительно влияет на активность сперматозоидов, является эффективной профилактикой импотенции, а также появление онкологических образований в предстательной железе. В женском организме чеснок также выполняет противораковую защитную функцию, является профилактикой частого женского заболевания остеоартрита. Как видно, средство поистине многофункционально. Его можно употреблять курсом для профилактики заболеваний, не дожидаясь, пока они будут иметь ярко выраженные симптомы. А ведь в организме практически каждого человека с возрастом проявляются заболевания из списка, приведенного выше. В то же время следует учесть, что хоть сочетание молока и чеснока является малокалорийным, чеснок пробуждает аппетит, потому при употреблении данного лекарственного средства курсом, необходимо контролировать свой рацион, если не хочется набрать лишних килограммов. Особенно актуально это для людей, склонных к полноте. Как принимать взрослым? Существует несколько рецептов, как употреблять сочетание чеснока с молоком. Такой напиток можно пить. В зависимости от проблемы, его употребляют натощак либо напротив, после еды. При необходимости очистки печени, либо активировать иммунные силы организма, для борьбы с вирусами лекарства лучше пить на голодный желудок. А если задача – укрепить стенки сосудов, избавиться от артрита, поспособствовать спокойному и долгому сну, более эффективным будет употребление лекарства через 30-40 минут после еды. Когда можно применять детям? Лечение таким составом детей возможно, если у ребенка нет аллергии на оба компонента. На молоко она встречается чаще, чем на чеснок, при достижении им 5-летнего возраста. Часто родители для смягчения вкуса лекарства добавляют в него мед. Это действительно позволяет нейтрализовать чесночный мотив, но мед также является аллергеном, потому при таком лечении следует быть предельно осторожным и внимательно отслеживать реакцию ребенка на него. Несмотря на эффективность данного средства против вирусов и против кашля, не стоит чистить с этим лекарством, поскольку употребление чеснока в большом количестве, как для детского организма, оказывает раздражающее действие на слизистую и может стать причиной развития гастрита. Народные рецепты и способы приготовления. В зависимости от проблемы, которую предстоит решить, отличаются рецепты данного лекарства. И это несмотря на то, что основных ингредиентов в нем всего два. Вопрос в концентрации средства, способе приготовления и объеме конечного продукта. Для очищения организма от паразитов. Ингредиенты. 5 средних зубцов чеснока. 250 мл цельного молока. Зубцы измельчают вручную при помощи острого ножа, либо чесночным прессом. В сотейник наливают молоко и добавляют чесночную кашицу, ставят на медленный огонь, доводят до кипения и уваривают еще 10 минут. Затем оставляют под крышкой, но уже не на плите, на 3-5 часов. Принимать лекарства можно двумя вариантами, либо выпив всю порцию перед сном, либо разделив ее на 3 приема, примерно по 70 мл. Через неделю организм уже будет полностью очищен от паразитов. Для профилактики можно пить такой напиток каждые 6 месяцев. При обнаружении проблемы гельминтоза как альтернативу стоит рассмотреть клизмы и свечи, но не стоит сочетать сразу несколько методов на основе одних и тех же ингредиентов. Для лечения сосудов. Ингредиенты. 4 зубца чеснока. 1 стакан молока. Молоко слегка подогреть, затем снять с огня и залить им предварительно измельченный чеснок. Настоять 1 минуту, вернуть на огонь, довести до кипения и нагревать еще минуту. Затем настаивать под крышкой 25 минут, после чего процедить через мелкое сито либо марлю и употреблять по 2 столовые ложки перед тремя основными приемами пищи на протяжении месяца. Готовить такой отвар необходимо ежедневно свежий, при хранении более суток он теряет свои целебные свойства. Отвар от простуды. Ингредиенты. 1 головка чеснока. Пол литра молока. 10 грамм сливочного масла. Молоко подогреть, но до кипения не доводить. Пока оно греется, очистить чеснок и натереть на мелкой терке, после чего отделить мякоть от сока. 10 капель чесночного сока влить в горячее молоко и тщательно размешать, затем добавить масло и убрать с огня. Пить по одному стакану отвара утром и вечером, желательно перед сном. Для укрепления иммунитета. Ингредиенты. 2 зубца чеснока. 250 мл молока. 1 столовая ложка мела. 1-2 чайной ложки сливочного масла. Молоко довести до кипения и слегка остудить, добавить пропущенный через пресс чеснок. Затем добавить меди и масло, тщательно размешать и перелить в стакан. Выпить порцию за один раз. Употреблять такое лекарство следует 2 раза в день. Молоко с чесноком от кашля пьют до полного исчезновения симптомов, кашля, отхождения мокроты. А для общего укрепления иммунитета в период простудных заболеваний – 10-14 дней. Рецепт для нормализации давления. Ингредиенты. 2 головки чеснока. 250 мл молока. Молоко налить в кастрюлю и туда же добавить чеснок, разобранный на зубцы и очищенный от шелухи. Поставить на огонь средней величины и варить при постоянном помешивании по мягкости чеснока. Затем процедить и принимать по 2 столовые ложки отвара трижды в день после основных приемов пищи. Курс лечения составляет 2 недели. За это время проблемы с повышением давления устраняются. Но важно понимать, что гипертония – это заболевание хроническое, которое может вызывать немало осложнений. Потому молоко с чесноком может быть лишь временной мерой для снятия симптомов. Но лечение заболевания должен курировать врач. Средства от бессонницы. Ингредиенты. 1 зубец чеснока. 200 мл молока. Чеснок очистить, измельчить острым ножом либо с помощью пресса и добавить в молоко. Затем всю смесь нагреть на медленном огне до кипения и оставить охладиться до теплой температуры. По желанию можно добавить в чеснок с молоком. Мед. Он смягчает вкус, а также способствует более быстрому засыпанию и крепкому сну. Пить такой напиток лучше за полчаса до планируемого отдыха. Его можно употреблять несколько дней подряд, но важно не выработать привыкание. Настойка для лечения артрита. Ингредиенты. 3 головки чеснока. 2 стакана водки. Молоко. Чеснок измельчают, заливают водкой и оставляют на 2 недели для настаивания в темном месте в посуде с плотно закрывающейся крышкой. Время от времени посуду встряхивают, чтобы лекарство настаивалось равномерно. Затем настойку принимают по следующей схеме. В первый день добавляют 1 каплю настоя в стакан молока, во второй день 2 капли и так увеличивают по 1 капле в день до 10 дней. Затем отсчет идет на убыль, вновь до дозировки в 1 каплю. Всего курс лечения длится 20 дней. При желании через месяц его можно повторить, но использовать необходимо новый свежеприготовленный настой. Клизмы с чесноком и молоком. Молоко с чесноком от глистов наиболее эффективно именно в такой форме. Существует несколько рецептов, базовые вариации с добавлением других ингредиентов. Делают клизмы курсами не дольше 1 недели, затем перерыв как минимум в 10 дней. И при необходимости курс повторяют. Базовый рецепт. Головка чеснока очищается и измельчается через пресс. Стакан молока доводят до кипения. Затем остужают до умеренно горячей температуры, добавляют чеснок, закутывают посуду в теплое полотенце и оставляют для настаивания на 15-30 минут. Клизма с пижмой. Одну столовую ложку сухих соцветий пижмы засыпают в стакан молока. Туда же добавляют 2 зубца чеснока, измельченных прессом. Состав доводят до кипения на медленном огне, затем снимают с плиты, но оставляют томиться еще 10-15 минут. Перед использованием процеживают. Клизма из молока с чесноком и луком. Три зубца чеснока и половину головку лука измельчить, залить молоком и поставить на медленный огонь. После закипания дать остыть до комфортной температуры и использовать по назначению. Будьте здоровы!